Всем привет, с вами JBJ и это уже 11 часть нашего летсплея по игре Forge of Empires И давайте посмотрим, чего я добился, чего я достиг, но перед началом я хотел бы порекомендовать вам сайт void.name Там вы сможете следить за самыми последними новостями, обновлениями и событиями по игре Forge of Empires Переходите, не пожалейте Ну и давайте продолжим, смотрите, я уже достиг раннего средневековья, ребята, я это сделал, ура, ура, гип-гип, ура Все-таки сделал, но я, конечно же, достиг все-таки казармы легионеров, изучил и это исследование Сейчас я вам покажу, как обстоят тут дела, командную цель и построил уже две казармы легионеров И уничтожил казарму солдат, но это уже совсем другая история Итак, смотрите, я перешел в раннее средневековье через дубление Меня, как вам сказать, меня разочаровало все-таки вот это вот исследование, многоэтажный дом Для его открытия нужно 600 бриллиантов, ребята То есть это донатные единицы И мне пока они недоступны Пока что я не собираюсь как-нибудь вкладываться, но когда-нибудь, но вложусь и потом уже да Но я потом посмотрел, есть тут еще дом с гонтовой кровлей И он дает в раз, нет, в раз 8 часов 240 золота Ну, по населению мне понравилось больше дом с гонтовой кровлей, чем многоэтажный дом Так что будем делать упор тогда на него Я пока что не могу исследовать бани до конца, потому что мне не хватает монеток, как вы видите Меня, как раз, сожрала эта военная машина полностью и всячески, к сожалению Но я зато выбился в топ, посмотрите сейчас мои достижения Так, лента событий Ну и давайте сюда Вот, смотрите, я 33 тысячи очков набрал 92 боя провел Это не только захват, это поруха То есть вот этого, вот этой территории северной, да, которая у нас была Не завоеванный порух, который нам дает драгоценный камень Я его не захватывал, как бадакус То есть переговорами я захватил его своими войсками Вот, теряя, но иногда даже и даже без, ну, потерь, даже захватывал две провинции, кажется Теперь я могу делать, ну, производить драгоценный, это Обрабатывать драгоценный камень и получать ювелирные изделия Теперь следующие два, следующие, ну, таких два клочка земли, две территории Нам будут тоже понадобиться Нам понадобится их захватить Ну, первый для маленьких, маленького такого подарочка То есть золото 800 и ресурсов 800 А дальше вот там уже будет шерсть, которая мне понадобится для бани Но я постараюсь все-таки на рынке обвинять побыстрее, чтобы это было, дело продолжилось Я, кстати, убрал козьи фермы и подумал, что мясник, ну, лавка мясника будет гораздо, ну, не знаю, получше тут Она занимает такую же территорию практически Две лавки мясника занимают такую же территорию, как и одна козья ферма Так что, думаю, этим все и сказано будет Особенно если их по, ну, бафнуть, то есть провести, ну, провести такой подъем настроения, да, произвести То он будет даровать в два раза больше 960, то есть это уже будет 1800 ресурсов, что на 600 больше, чем в козье фермы, когда ее бафаешь Ну, поднимаешь настроение Также я построил уже две ювелирки Вот, посмотрите, уже поставил первые самые ювелирные изделия После захвата Вот такие вот делишки Баллисты мне очень помогают, хотя они очень уязвимы, но Они мне помогают, да, ребята Особенно когда они только-только приближаются, эти войска Их раз, и половины уже их нету Там, особенно на лучников очень хорошо действуют Ну, или прачников, или лучников Так что, всем советую их строить Очень даже хороший эффект от них Хотя и быстренько они очень-то и ломаются Ну, в смысле, когда враг к ним подходит и начинает свою атаку Ну, и давайте, так, я построил, кстати, триумфальные арки Понаставил, я убрал таверну, так как она уже, ну, можно сказать, не актуальная Поэтому я поставил себе триумфальную арку Потому что больше побед, больше, больше уважения, больше таких вот поднятия рейтинги Вот, кстати, у меня в рейтинг уже 388-й Поднялся с 14-ти тысячного до 388-го места Думаю, очень даже хорошо за две недельки Ну, с чем-то, с хвостиком Ну, война, я скажу, очень меня истощила Потому что для этих баллист тоже нужно 250 ресурсов А это очень даже, очень даже немало Также для казарм-легионеров тоже нужно по 170, да? Кажется, я помню Но тут не написано Ну, ладно, где-то по 170, по 200, а нет, по 250 Золото Потом нужно еще для лучников были и для тех солдат Так что меня это истощило И я практически сейчас на мели Но ничего, сейчас скоро у меня будет транш от моих коттеджей Так что я насчет этого не волнуюсь Я, кстати, убрал вторую винодельню, вторую лесопилку для вот этих вот ювелирок Я поставил еще два сувенира Спасибо, ребят, что вы развиваетесь Что вы переходите по ссылке и играйте вместе со мной Мне это очень нравится, что вы такую вот заинтересованность изъявляете Кстати, несколько уже практически самые активные члены моей гильдии То есть мои друзья и мои рефералы Они уже достигли в большинстве своем, сейчас скажу, железного века Вот, четверо человек железного века уже достигло И уже один на... Уже скоро будет тоже железного века Ну, тут некоторые не играют, но это уже ладно Это уже их проблемы Может быть, недостаток времени, а может быть, просто уже игра Не так уж оправдала их ожидания Ну, ладно Всех поздравляю с тем, что вы достигли железного века Также развивайтесь, также вам побед Побольше удачи, ну и так далее Спасибо вам за все Ага, вот такие вот делишки Тут многие еще и просятся из группы ВКонтакте Которая посвящена данной игре Forge of Empires И сам Юра тут у меня есть Который является ее модератором Ну, админом, точнее, в группы Вот он самый Тут некоторые в группе тоже мне просятся Вот Петр, например Он... это оттуда вам Хагнар Блэкмен Владимир Так что, вот такие вот делишки Что же я еще хотел вам показать-то? Так, на меня были... на меня все-таки были нападения Я проигрывал Два раза проиграл вот этому топу Из своих соседей сейчас покажу Вот Мамонтенку Но все-таки, ну, не стану хваст Но все-таки достижение было выполнено И я теперь первый по рейтингу Но думаю, все-таки Мамонтенок еще даст жару Потому что я не хочу просто навсего тут быть единственным лидером Потому что конкуренция должна быть Потому что это подстегивает меня к большему развитию И дальнейшему процветанию Вот такие вот делишки Мне, конечно же, очень нужно пространство, конечно же Для расширения Но, как вы видите, я развиваюсь по бездонатному пути Так что мне приходится очень сложно Но да ладно Я думаю, и с этим справлюсь На ура Ну, ребята Что же мне еще вам-то показать Кстати, вот Скоро уже я буду захватывать территории На вот этой межгильдийской карте Да? Сейчас она загрузится Вот гильдийская карта континента Ну, давай загружай с елки Оу Ну, ладно, сейчас, ребят А, вот все Вот оно все Так, смотрите, железный век Тут есть раннее средневековье Уже в пять гильдий даже в раннее средневековье шагнуло Давайте же посмотрим Вот, смотрите Не знаю, либо А, да У меня не прогрузилось Просто Вот, смотрите Все эти Все эти Так, ага Все эти дома еще принадлежат МПС А дальше там уже Видимо Принадлежат уже этим же самым гильдиям Которые захватили эти территории Так что у нас еще очень много пространства для Для Захвата Так что Не будем терять времени, ребята Вот они, кстати Захватчики, да Давайте посмотрим Перейдем к обзору железного века Карты эпохи железного века Смотрите Тут ноги уже захватили Большинство земель Но, я думаю И нам тут повезет И нам тут повезет Точно уже Кстати, за эти Захват этих вот Земель За этих шестигранников Земли Нам дают, кстати Это, репутацию Побольше влияния, да И репутации Так что Вот такие вот бонусы Дает нам Вот эти вот Ага По провинции Вот такие вот Приобретения этих земель Ну, или захват, точнее Потому что тут договориться Думаю Будет невозможно Только если с другими Только если с другими Этими провинциями Которые были захвачены Другими гильдиями Ну, вот такие вот делишки Пока что иду первым По железному веку По башне железного века Надеюсь, так оно и будет впредь Потому что мне не хочется терять 25 Ну, медалек Потому что мамонтенок Еще можно отжару И захватить Еще где-то 7 7 тысяч Этих Очков И тогда мне уже капец Так, я всех сейчас отачу Уже без разбора Кроме вот этого Кроме вот этого Наоми Куна Потому что он Ну, не знаю У нас такое вот Обоюдное сотрудничество Взаимное Так, а в основном Я всеми со всеми так воюю Ну, спасибо всем За просмотр Оставайтесь на связи Если заинтересовала игра Также переходите По ссылочке в описании Где вы сможете пройти Пройти к регистрации И уже Сможете поиграть со мной На одном сервачке Так что Всем удачи Всем пока С вами был JBJ